Музыка После заслуженного отдыха хоккейная команда Неман возобновила тренировочный процесс. В начале месяца началась предсезонная подготовка, а уже на этой неделе прошел первый лед нашей команды. К работе приступило 26 игроков. Захватывающие и непростые игры сезона, напряженный плей-офф и такое привычное для нас хоккейное дерби Немана и юности в финале. Однако прошлый сезон для гродницов по итогу стал серебряным. На старте сбора в тренерский штаб четко сформулировал главные задачи и установки на предсезон. Задачи понятны, какие хорошо подготовиться к сезону. Мы начали с первого числа, провели уже недельный цикл на земле. И сегодня первый день вышли на лед, поэтому главная задача это хорошо подготовиться к сезону. Это единственное, что сейчас можно сказать. А говорить о предстоящем сезоне понятно, что Неман всегда ставит задачи выигрыша, чемпионата. Поэтому к этому будем стремиться в предстоящем сезоне тоже. Я думаю, что амбиции у каждого тренера это выигрывать тот чемпионат, в котором он работает. И предстоящий чемпионат будет опять такой же для меня, как и для всей команды. Старт для игроков всегда является тяжелым испытанием, к которому они готовятся заранее, чтобы в дальнейшем справляться со всеми физическими нагрузками. И как поделился с нами Алексей Кузнецов, для хоккеиста всегда необходимо находиться в оптимальном мышечном и эмоциональном тонусе. Для хоккеиста важно все туловище. Хоккеист работает не только головой, не только руками, он работает всем телом. Все туловище участвует в тренировочном и игровом процессе. Игроки Немана за время отпуска успели соскучиться по привычной для них тренировочной атмосфере. Это стало одним из условий их ответственного подхода к предсезонным тренировочным сборам. Да, очень скучали. Два месяца перерыв был, ждали этот день. Рабочая обстановка, трое ленера работают, мы стараемся все выполнять. Я думаю, все скучают во льду, когда первый лед. Правда, первый самый интересный лед, но вообще все его ждут. И в целом позитивного настроя. Если бы не стали хоккеистом, то? То? Не знаю. Футболистом. За что любите хоккей? За скорость и жесткий вид спорта. Трус или бавровский? Трус. Мечта? НХЛ. Пирожное или протеиновый батончик? Пирожное. Что бы сказали про слову болельщику? Приходите болеть за нем. А болельщик? То же самое. Предсезонка или отпуск на море? Отпуск, а потом предсезонка. Идеальная тренировка это какая? Игровая. Автограф или фото? Автограф. Три желания у золотой рыбки? Здоровье, семейное благополучие и, не знаю, счастье. Лучшая команда чемпионата Беларуси? Неман. У Немана в межсезонье произошли самые серьезные кадровые потери. Большое количество лидеров покинули ряды красно-черных. И на самый популярный вопрос, какую команду ждать нам в следующем сезоне, ответил главный тренер. Команду нацеленную на победу, боеспособную команду, поэтому ясно, что ушли ребята, но хотелось бы им пожелать, чтобы они закрепились там в Минском Динамо. Это наши братья Малявка, они действительно были лидерами команды, поэтому я думаю, что найдем и достойно кто-то заменит их и выйдет на ведущие роли в команде. Капитан команды Андрей Коршунов, нападающие Павел Боярчук, Сергей Смуров, Дмитрий Амбражечек, защитники Савелий Скурихин, Александр Петров и галкипер Максим Саманьков также покинули состав клуба. Наверное, тренерский штаб отбирает таких игроков, которые смогли бы заменить тех ребят, которые ушли в прошлый сезон. Есть и хорошие новости. Клуб подписал контракты с несколькими перспективными игроками. Ведутся просмотры игроков из Беларуси, Латвии и России. И предварительно после Кубка Руслана Салея будет известен окончательный состав команды. У нас как раз сейчас есть время и предстоящий турнир, который будет Дубков. Поэтому ребята, которые приехали на просмотр, мы будем смотреть, как они будут работать и как они сыграют этот турнир. И после турнира, я думаю, что мы определимся уже круг кандидатов с улицы. Каждый год состав Немана пополняется новыми талантливыми игроками. И этот сезон не исключение. Некоторые из новичков уже успели прочувствовать дух родинской команды и нацелены на совместную плодотворную работу. Впереди у красно-черной машины месяц подготовки к новому сезону. В ближайшее время стартуют товарищеские матчи, затем обновленный состав примет участие в международном турнире памяти Александра Иосифовича Дубко. С 1 по 18 августа пройдет Кубок Руслана Салея в этом году, внесенный к изменению в регламент турнира. Кроме команд чемпионата Беларуси, участие в нем примет Минская Динамо. Думаю, что будет интересно, но это финальная пулька, поэтому посмотрим, как это в этом году пройдет. Я думаю, что с точки зрения появления Минского Динамо, он придаст этой пульке больше значимости. В сезоне 2019-2020 в Кракове пройдет розыгрыш континентального кубка. Неман примет старт в мини-турнире с третьего раунда в группе «Ф», где его соперниками станут Краковья из Польши, казахстанский Би Борис и победитель группы «Ц». Главная задача все-таки пробиться в финал и выиграть этот кубок, потому что команда уже добивалась победы в этом кубке. Хотелось бы, чтобы повторили этот успех. Умение выполнять задачи максимум Неман демонстрировал не один сезон. Радуя своих болельщиков, заставляя нервничать соперников. Новые установки требуют огромных усилий, которые обязательно окупятся в тот миг, когда любимая команда снова поднимет над головой заветный кубок. Максимально комфортные условия проведения 14-й традиционной спартакиады работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий позволяют спортивным играм становиться все более динамичными и зрелищными. Круг их участников вырос до полутора тысяч и собрал в этом году 28 команд со всех районов области. Летняя спартакиада – это не просто состязание сильнейших. Это мощный инструмент, помогающий разрушить многие стереотипы, а также стимулировать к тому, чтобы спорт и здоровый образ стали важной частью жизни каждого. По большому счету так, если в настольный теннис, то играем, у нас соревнования проводятся, по дартсунду проводятся соревнования, участвуем. Легкая атлетика наши, ребята отдельно занимаются самостоятельной подготовкой. Ну а такие соревнования, которые внутри предприятия, позволяют выделить лучших, ну и отправить на представителей сюда на соревнования. Различные виды спорта, в которых прежде доминировали мужчины, сегодня доступны и спортсменкам. Благодаря активной поддержке организаторов масштабного мероприятия, они могут заявить о себе. Над успешной реализацией проекта трудится большая команда, к которой присоединился Максим Мирный. Олимпийский чемпион вручил награды победителям. Кроме того, экс-первая ракетка мира в парном разряде устроил благотворительный аукцион. В этот раз принимают участие руководители наших организаций. Они должны личным примером показывать своим трудовым коллективам, что занятия спортом, они важны и полезны в профилактике заболеваний. И люди, которые занимаются физической культурой и спортом, они более эффективны на своих рабочих местах. И надо сказать, что ряд профсоюзных организаций в своих коллективных договорах приняли материальное стимулирование для работников, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. Сотрудникам предприятий было предложено пройти испытания в шести видах спорта, включая мини-футбол, дартс, стрельбу, волейбол, гиревой спорт и легкую атлетику. Конкурентная борьба велась в двух возрастных категориях до и после 35 лет. На пике физических кондиций оказались дружины Ашмянского и Литского районов, став лидерами командного зачета. Областные соревнования являются отборочными. По их итогам будет сформирована сборная Гродненской области, которой предстоит состязаться на более высоком уровне. «Один в поле не воин» — это про каратэ. Боевое искусство представляет собой метафорический способ взаимодействия с окружающим миром, целью которого является гармония. Сложно называть цифры людей, которые занимаются каратэ. И уже в долгие десятилетия ВКФ, Всемирная Федерация Каратэ, набрав очень большие темпы и получив, благодаря им получила каратэ олимпийское признание, именно они структурировали эту работу, вывели ее на серьезный уровень. Непосредственно в феврале в Дубае ВКФ я получил международную категорию судейскую. То есть долго тоже шел, тоже порядка 20 лет судейской практики. И вот как бы это было волнительно, это было, то есть как бы приехав туда достаточно взрослым, состоявшимся человеком, и когда ты видишь, что там больше половины не сдавших, хотя люди тоже готовятся, колоссальные деньги тратят и прочее. То есть Всемирная Федерация Каратэ — это достаточно сильная машина, которая развивается и толкает каратэ вперед, объединяет все стили и направления. То есть если вы услышите, вот там чемпион по какому-то там стилю, это не чемпион по каратэ, это как маленькая такая ступенечка к тому, чтобы стать чемпионом именно по всестилевому, которая именно олимпийская. Там, где не 2-3-4 человека в категории, а там, где 40-100, вот у нас мужер Алексей в Венеции бился буквально недавно на молодежный премьер-лиге, 116 человек в категории. 116, то есть там для того, чтобы стать первым, это надо обладать не только хорошим техническим, физическим потенциалом, технико-тактическим, но и психика должна быть уже, то есть опыт спортсмена должен быть колоссальный. Для этого надо новые методики, для этого надо выезды, для этого надо хорошая поддержка со всех-со всех сторон, то есть для того, чтобы вырасти спортсменов на топовом уровне. И это, ну как бы, это единицы, это единицы участь тех, которые, ну, соответствуют. То есть это, это не массовка. Наступило время ярких побед. Наступило время ярких побед. Гегемония Японии в каратэ, длившееся долгое время, давно нарушена. Представители разных стран часто оказываются мастеровите и родоначальников этого вида единоборств. Правда, удерживать высокие позиции в медальных зачетах с каждым годом становится все труднее. Если еще лет 10 назад, может быть, была такая ситуация, что приезжали на чемпионаты мира или Европы и говорили, что вот эта страна проходная или вот эта страна топовая, то сейчас вот грани немножко сравнялись. То есть с каждым спортсменом надо воевать, с каждого спортсмена надо преодолевать, потому что нулевых спортсменов сейчас, как правило, нет. Ни на европейском, ни на мировом уровне. То есть, ну, фаворитами, как для меня, все равно, как-то по большей мере, вот, там, японцы, итальянцы. Японцы больше по духу, и они даже вроде бы, может быть, немножко где-то технически корявые, да, но они выходят, воюют и побеждают. То есть так вот, в ката однозначно, в кумите по-разному. Ну, итальянцы очень приятно всегда радуют, но у них там многомиллионная там федерация, то есть там, ну, как бы я к ним несколько раз на турниры ездил, и ты видишь, насколько мощная машина, насколько грамотно, все зависит. То есть, и много спонсорской поддержки у них, и страна, конечно, такая, достаточно. Люди экспрессивные такие, вот. Южные, они как-то так, ну, больше, как бы, подвержены, как бы, взрыву к скорости вот этому. Победителей в этом виде спорта отвечают сила, характер и доброта. Культура, единство духа и тела – наиболее привлекательные качества, выбрав которые еще никто ни разу не проиграл. История побед гродненских спортсменов – это история про преодоление страха. Страха – поражение. Страха – поражение. Страха – поражение.